Во Львовской области пик заболеваемости Минингитом. С середины лета недуг уложил на больничные койки уже более 100 человек. Что случилось и далеко ли такими темпами до эпидемии, выясняла Мария Глушко. Невыносимая головная боль, высокая температура и тошнота. Такие симптомы у Виктора появились после того, как он с друзьями искупался в озере. Парень сначала лечился дома, думал грипп или отравление, но через неделю пошел в больницу. Диагноз – сирозный Минингит. Минингит, первый раз такую хворобу чую, даже не мог уявить, что у меня такое могло быть. Он не первый, кто принял Минингит, за что-то другое, говорят врачи. Отличить эту болезнь от гриппа или отравления самому невозможно. Симптомы очень похожи. Неликованные Минингиты очень небезопасны, потому что они могут усложняться, например, мозгу, может наступить вклинение мозга. Это патология серьезная. Вирус сирозного Минингита передается воздушно-капельным путем через воду, немытые продукты и даже бытовые предметы. Первые тревожные сообщения о том, что в инфекционные больницы области начали обращаться люди и с симптомами сирозного Минингита поступили еще в начале июля. С тех пор каждый день количество заболевших только увеличивалось. К концу августа недуг поразил 116 человек. Сейчас эпидемиологи выясняют, какая именно разновидность вируса лютует в области. А вот откуда она пришла, уже знают. Россия оголосила в двух областях про спалах и сирозного Минингита. Враховывая, что у нас есть высокие миграционные процессы, возможно, можно припустить, что этот вирус был завезен из России. Но об эпидемии говорить рано, уверяют специалисты. Вирус активен летом и к осени, скорее всего, опасность заражения пойдет на убыль. Вария Глушко, Юрий Голубинко. Подробности телеканал Интер. Львов.